а ну на черемой надо срочно спасать с оболочкой вот вылез оболочку надо снять дело было непростое вот такой орешек твердый сам был не отпал тут у меня загадка тут сидел дуриан очень долго я уже подумала что он вообще не прорастет и подсадила туда три финика наверное это финики надо пересаживать уже корешки вот такие вот срочным образом надо пересадить так оказались это финики с гран-ганарий сейчас мы их посадим ну вот финики пересажены в пакетах теплое место вот какая она какие у нее корешки сейчас мы ее пересадим это вторая снимать орешек дело непростое оказалось ну и третий экземплер сегодня 17 апреля а посажено все было 5 марта ну вот чуть больше месяца и даже папа я взошла практически все поливаю в пакет и в теплое место светлое это у нас папайя это драгонфрут красный это драгонфруты все пересадила белые и красные и красные и красные Никогда не видела, как растет маракуйя. Листочки глянцевые, красивые. Нинжиры все повернуты к солнышку. Кумкват сажаем непременно. Вот такие семечки у кумквата. Сейчас посажу обычным способом, как все цитрусовые. Из всех семечек кумквата проросло только оно. Очень странно, конечно. Будем пересаживать его. Питая, Питахая, Драгонфрут, Драконов фрукт. Это же кактус. Какую он выпустил верхушку. Интересную. Сегодня у меня фрукт из Эквадора. Тамарилла называется. Будем вынимать из него косточку и сажать. Тамарилла. Цифомандра свекольная. Не выговоришь. По-другому томатное дерево. Семейство послюновое. Сейчас посмотрим, что это такое. Ну вот, как оно выглядит внутри. Запах. Обалденный. Семечки твердые. Кожура тоже несъедобная. Внутренности. Ну вот, неплохо, конечно. Может быть, не совсем спелый мне попался этот фрукт. Не в сильном восторге. Ну, посадить посажу. Сходы тамарилла. Похожи на томатики. Штук пять будет. Дерево, оно на черемое. Ожило. Очень сильный рост. Да, у нас тепло. Плюс девятнадцать в тени с утра. Двадцать шестой мая. А это саженцы. Из косточек посаженных в этом году. Дерево четвертый год. Оно зимует у меня на подоконнике первый год. И последнее на застекленной террасе. В крюс пятнадцать. Японская мушмула. Очень вкусный фрукт. Вот такие у нее косточки. Я посадила. У меня есть два растения взрослых. Это один кустик мушмулы. Или деревца, как его назвать. Мушмула японская. Так, и это второй. Маракуйя. Или пассифлора. Посаженная семенами пятого марта. Почти три месяца ей заслуживает пересадки. Вот в таких стаканчиках она была. Вот я ее в такой побольше. Крышочек. Очень красивые. Глянцевые листочки у нее. Ну вот. Она заняла свое место среди инжиров. Так. Какие у меня финики, которые я посадила пятого марта. Маленькие. На фоне взрослых растений. Так. Это финики миджу. Драгонфрут. Очень неплохо растет. Это лимонник. Это апельсинки мура. Красные. Сацилические. Личи. Немножко пострадал. Повысохли листики. Это мои ананасики. Вот еще ананас. Я сегодня пересаживала. Это такая детка. От материнского отпочковалась. Но я пока не трогаю. Пока корни там не пустят. Не отделяют материнского растения. Так. Это взрослые гранатики. А это гранатики, посаженные пятого марта. Почти три месяца. Апельсинки мура. Красные. Сицилийские. С 12 февраля. Три с половиной месяца. Ну и мои инжиры. Уже большие. Вот второй. Грань инжирчика на свежем воздухе гуляют. Это сицилийские клементины. Это тоже сицилийский клементинчик. Посажен 16 января. Фи-хуа. Посажены 4 апреля. Жарится на солнышке. Здесь западное окно. Но жарит. Прям ужас. Сицилийский лимон. Это мои взрослые лимончики. Тоже жарятся на солнышке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!